Манкиев 25-летний спортсмен, он же бронзовый призер чемпионата мира 2007 года. Кстати говоря, здесь же в Баку на чемпионатах Европы таких высоких результатов у него не было. Его соперник, хозяин чемпионата Европы, азербайджанец Ильчин Алиев, 19 лет, молодой парень. На Олимпиаде Манкиев боролся с великолепным азербайджанцем в финале Рашваном Байрамовым, который являлся двукратным чемпионом мира, был одним из лидеров. А вот, кстати говоря, Байрамов и выводит сейчас молодого парнишку. Это не он подошел, другой тренер, а Байрамов невысокого роста. Великолепно, естественно, знает и Назира Манкиева, и когда они готовили азербайджанского парня, уж поверьте, все нюансы, Байрамов постарался, конечно же, во время разминки, подготовки, вот этому Ильчину Алиеву объяснить. Достаточно этого окажется или нет, пока же только время. Ну, а нам будет любопытно посмотреть на Назира Манкиева, в какой форме он спустя два года. Тоже разогретый уже выходит на ковер. Конечно, груз титулов не всегда помогает. Накладывает и ответственность, конечно, большую, потому что от него ждут в сборной только победы. Ну, а этому молодому парнишке Ильчину Алиеву терять нечего, нужно показать характер, подбиться как следует. Ему легче мотивировать себя на хороший поединок против титулованного россиянина. Попытался с помощью ноги, вот обозначил сейчас арбитр, наш парень, сдвинуть с места азербайджанца. Ногами здесь хитро можно бороться, но так явно нельзя, конечно, делать. Но ножки зачастую подставляют, перекрывают собственной ногой движение ноги соперника, тем самым заставляя его смещаться так, как нужно атакующему. Ну, хотя по правилам ногами, естественно, нельзя бороться и руками нельзя за ноги хватать, но есть такие хитрости, нюансы, которыми профессионалы очень грамотно пользуются. Вот сейчас было очень явно, и поэтому, еще раз возвращаясь к этому эпизоду, характерному арбитр показал россиянину, не работает так ногой. 20 спортсменов было в этой весовой категории. Четыре схватки отборолся наш спортсмен до финала. И, собственно говоря, столько же отборолся и азербайджанский атлет. При нулевом раскладе первым по-любому становится в портер спортсмен в синим трико. Кого предупредят? Мне показалось, что до свистка попытался стартануть. Манкиев сейчас замечание опасно, потому что это серьезное замечание. Следующая ошибка была бы уже проигранный бал. Стоять нужно на зиру, стоять, стоять. Очень мощно атаковал азербайджанец. Чуть было не накрылся сам. Еще раз, еще раз, еще раз. И накатывает. Накатывает олимпийского чемпиона. Подрев трибун на два балла. Очень хороший, мощный накат сделал азербайджанец. И оставил за собой вот этот период. Идет здесь и командная борьба между странами. Идет командный зачет. Наши вольники сумели обыграть хозяев чемпионата и выиграть командой кубок. Девушки тоже выступили удачно. Ну, вот есть еще внутренняя конкуренция между сборной России, борцами вольного и грекаренского стиля. Дело в том, что вот в составе вольников было очень много молодежи. Два титулованных спортсмена приехало, действующих чемпионами мира. Царгуш и Белялмахов. Ну, и они являлись дебютантами чемпионата Европы. Планировали две золотые медали. Ребята выиграли четыре золота. Лишь один спортсмен, в общем-то, остался без наград в полутяжелом весе. А вот греко-римляне приехали очень мощным составом. У них в активе, по-моему, три олимпийских чемпиона привезли. Да, три олимпийских чемпиона. Вот один из них борется. 8-4 Леша Мишин и Асланбек Хуштов, полутяжеловес. То есть, как бы у них заявочный состав был значительно, конечно, более грозный, весомый, утяжеленный вот этими титулами. Но вы посмотрите, как непросто складывается поединок для олимпийского чемпиона. Включил скорость. Сейчас очень мощно стал работать Манкиев. Но и отвечает азербайджанец, отвечает ему, достойно оказывает сопротивление. И я вам скажу, что он пока ничем не уступает. Сильно бьет головой. Дважды уже это сделал. Прям в лицо азербайджанский борец. Опять, посмотрите, головой в лицо. Ну, как отвикал жестко. Хорошо, хорошо и наказывает. Ах, устоял фантастически. Устоял азербайджанец. Там что такое? Разбираться будут с ногами, что произошло. Да, полторы минуты закончилось. Конечно, Манкиеву попахать пришлось основательно. Устал. И надо обязательно делать выигрышное очко. Подходит на обратный пояс. Все видели. Разорвал первый захват. Азербайджанский спортсмен. Уменьшает шансы россиянина для проведения приема. И вышли за ковер. Теперь поединок в стойке. Отыграть очень тяжело. Манкиеву сделать балл в оставшуюся секунду. И вот этот парень, мальчик новинец, 19-летний спортсмен обыгрывает олимпийского чемпиона. Колоссальный успех. Что же не удалось нам сделать, ну, мне кажется, Назир, конечно же, вот, ошибся именно в первом периоде. В первом периоде вот так активно нужно было работать в стойке. Чтобы добиться преимущества. Пока еще свежий, сильный гол. Назир выигрывает серебряную медаль, но уступает финальную схватку. Вот этот перерыв и на пользу пошел. И еще раз я отмечаю, что не без усилий и части Байрамова-Равшана дважды чемпиона мира, соперника Манкиева, соперника по финалу. Сегодня азербайджанцы в трех весовых категориях в финале. И у них большие шансы выиграть общекомандную победу. Вот там, где мы рассчитывали, что наш стержневой спортсмен, лидер команды Назир Манкиев выиграет золото, здесь уже наши подсчеты не оправдались. Я бы показал еще предыдущий эпизод, когда атаковал Манкиев и чудом устоял.